Добрый день! В эфире «Фабрика грез». Напоминаю, что 14 декабря в прокат выходит новая российская трагикомедия «Карп отморожен», где главные роли сыграли блистательные Алиса Френдлиф и Марина Ниёла. Об Алисе Бруновне мы с вами поговорили в прошлую субботу, а сегодня я хочу посвятить нашу программу замечательной лирико-драматической актрисе Марине Мстиславовне Ниёловой. Марина Ниёлова – одна из последних актрис 20-го столетия, воплотившая на сцене и на экране образ абсолютной женственности. Как когда-то в 30-х Мария Бабанова, Ольга Яковлева в 60-х и Елена Соловей в 70-х. Не случайно, как и они, Марина Ниёлова наделена непривычным, странным, поющим голосом, напоминающим капризный колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Марина Ниёлова с детства мечтала стать актрисой и до сих пор ни с чем в жизни не может сравнить радость, которую испытывает от того, что актрисой стала. Она жаждала аплодисментов всегда, хотя никогда не ссылала человеком ни поверхностным, ни легкомысленным. Горедь жизни ощущает и принимает как должное. Я абсолютно уверена в том, что только пройдя сквозь разные испытания, человек способен познать полноту жизни. Только через огорчение приходит к нам истинное счастье. А ощутив потери, мы понимаем, что такое обретение, говорит актриса. После школы, преодолев конкурс «100 человек на место», Марина Ниёлова поступила на актерский факультет в ЛГИТМИК на курс очень известных ленинградских педагогов Ирины Мейерхольд, дочери знаменитого режиссера и театрального реформатора Всеволода Мейерхольда, и ее мужа, народного артиста Василия Меркурьева. Говорят, уже тогда Ниёлова подавала большие надежды, и именно ее этюд отметил Меркурьев в своем дневнике эффектной фразой. Ее биомеханическая ворона совсем как живая. После того, как на третьем курсе Ниёлова снялась в кино, в фильме «Старая-старая сказка» у Надежды Кашеверовой, а съемки, как известно, не поощряются ни в одном творческом вузе, за такую провинность сразу исключают из института, Меркурьев простил блудную дочь и принял обратно свои объятия. Когда я еще была маленькая, то меня заколдовала одна злая ведьма. Да, я поэтому и была такая плохая. Ты меня расколдовал своим поцелуем, и я теперь от тебя никуда не уйду. Поцелуй меня, пожалуйста, еще один разочек, чтобы я не заколдовалась. Аккуратно. Старая-старая сказка стала не только дебютом Марины Ниёловой в кино, но и навсегда осталась самой любимой работой в кино актрисы. Надежда Кашеверова предложила талантливой дебютантке сразу две роли – капризной принцессы и кроткой дочери-трактирщика. Два совершенно разных характера, и актриса справилась с поставленной задачей прекрасно. Я не могу с тобой уйти. Всю эту ночь я не спала, все плакала, думала. Ну как я оставлю своего отца? Он же один. А как я уйду из этого дома? А я ночью сказку новую сочинил. Там все кончалось так хорошо. Но ведь сказка – это одно, а жизнь – это совсем другое. Работа над этим фильмом запомнилась Марине Ниёловой не только добрым отношением к ней режиссера и блистательной игрой ее партнера по фильму Олега Даля, но еще и пережитым страхом. Позднее актриса рассказывала «Прекрасно помню первый съемочный день. От страха я почувствовала полную раскованность. Я тогда всех насмешила своим отчаянием. Кашеверова, нежный, чуткий человек, нашла в этом что-то и утвердила меня на роль, хотя все категорически высказывались против. Многие потом спрашивали меня, действительно ли я впервые снимаюсь в кино, потому что оператор был удивлен моей наглостью, которая на самом деле была лишь способом самозащиты. Несомненно, что в этом утверждении на роль большое значение играла интуиция режиссера, разглядевшего в дебютантке яркий талант. И когда Кашеверова приступила к своей следующей картине «Тень», на главную роль она снова позвала Ниёлову. Неужели же я разговариваю в пустыне? Нет! Нет! Отец все время грозил, что он убьет вас, и поэтому я молчала. Вот тень! Вот она! Честное слово! Нет, она не может быть свидетельницей! Почему? Влюблена она в вас. Вот как! Это правда, анонсиатая? Да, правда. Простите меня за это. После выхода на экраны фильма «Тень» на Марину Ниёлову обратил внимание молодой, но очень талантливый режиссер театра «Современник» Валерий Фокин. Вместе с Константином Райкиным он предложил ей войти в их спектакль «Валентин и Валентина». Для Марины Ниёловой пьеса Михаила Рощина стала не просто удачным дебютом на сцене, но всеми замеченным началом большой и счастливой театральной биографии. С тех пор она и служит в «Современнике», в котором и в настоящее время является одной из ведущих актрис театра. Не говорите никому, откуда я и кто, и помогите мне справить подходящую одежду, пристойную при герцогском дворе. Я попрошусь на службу. Вы меня представьте, как Евнуха пою, играя на разных инструментах. Надеюсь, вас не подведу, а вас прошу молчать. Если все исполните без спальши, мы поглядим тогда, что будет дальше. В 1972 году коренная ленинградка Марина Ниёлова в 25 лет становится москвичкой. На эту тему она до сих пор подшучивает. Я представляю собой станцию «Балагое» – нечто среднее между Ленинградом и Москвой. Творческое соперничество двух российских столиц – тема в искусстве давняя. Существует множество примеров и трагических, и комических. Однако замечено, чаще всего питерские актеры и режиссеры в Москве приживаются плохо или не приживаются вовсе. В каком-то смысле отдельность Ниёловой, ее сценическая стильность и вне сценический стиль петербургского происхождения. Но может быть потому, что именно Москва дала Ниёловой успех и славу, зритель и коллеги приняли ее безоговорочно. Теперь даже мало кто помнит, что родина ее не Москва, а Петербург. В 1972 году Марина Ниёлова снимается в фильме Ильи Авербаха «Монолог». Эта работа актрисы произвела сильнейшее впечатление и на зрителей, и на критиков. А сам фильм вошел в сокровищницу советского кинематографа. Это потрясающая история, как мы познакомились. Масса совпадений. Ну ты-то, конечно, материалист, ты же в судьбу не веришь, но это действительно судьба. Он взрослый, ему уже 28 лет. И он хочет, чтобы мы поженились. Ну что ты молчишь? Я думаю. Дед, ну ты не кисни только. Ну все же хорошо. Кинокритик Андрей Плахов так отзывался об этой работе актрисы. Марина Ниёлова воплотила своеобразный синтез земного и духовного. Энергии и бездействия, несовершенства и красоты, жажды нового и почитания традиций. В этой обиженной, отвергнутой любимом девочке было что-то пронзительно узнаваемое, свойственное большинству героинь актрисы 70-х годов. Сквозь инфантильность гадкого утенка прорывалась покоряющая сила вечной женственности. Не случайно зарубежные журналисты, отзываясь о монологе, показанном на Каннском кинофестивале, особо отличали игру Ниёловой. В одной рецензии ее героиня даже была названа самым неожиданным и сложным образом среди женских типов советского кино со времен Вероники из фильма «Летят журавли». Дед, это правда? Что? То, что мне сказала мама, что ты был там. Милая, постарайся понять. Значит, значит, это правда? А я же, я же верила в тебя, ты, ты как они. Я видеть тебя не могу. Убирайся отсюда. Я видеть тебя не могу. В 1973 году Марина Ниёлова снимается в сильнейшей драме Родиона Нахапетова «С тобой и без тебя», где она сыграла тихую забитую батрачку Стешу, в которую влюбляется сельский кулак Фёдор Базырин и насильно увозит ее на свой отдаленный хутор. Партнером Марины в этом фильме стал блистательный Иозас Будрайтис. «Крепче, крепче, любимый мой. Боюсь я чего-то. Тоски слышь, что ли? Ой! После выхода на экраны картин «Монолог и с тобой и без тебя» талант Ниёловой признали. И что особенно важно, признали именитые режиссеры. Как будто знали и чувствовали, что традицию служения, а не службы в театре, миссии, а не игры, эта актриса подхватит и не посрамит. Через газету ее благословила знаменитая актриса Любовь Добржанская. После монолога партнер Ниёловой Михаил Глузский много лет называл ее внучкой и рассказывал о молодой актрисе чудеса. Ее обожала и сказала немало лестных слов в ее адрес отнюдь не льстивая Фаина Раневская. Драматург Михаил Рощин словно в некотором недоумении и даже с испугом воскликнул. «Когда я вижу Ниёлову на сцене, мне кажется, что она играет всегда, как будто в последний раз». Через четыре года после окончания института ее портрет поместили на обложке журнала «Советский экран». По тем временам это и называлось всенародным признанием и выражением зрительской любви. Нет, ну скажите, ну как можно выйти из этого заколдованного круга? Ведь мы же все не злые люди, мы хотим друг друга добравить, говорят, что они меня любят. Почему же люди так мучают друг друга? И любят, мучают, и не любят, мучают. Вот я веду себя по отношению к вам жестоко, бестактно. Вы хороший, добрый человек. Ну что я могу сделать? Что вы можете сделать? Ну вы меня любите? Я люблю вас, да. Да, да, а я не люблю вас. И что я могу сделать? И что вы можете сделать? Ну скажите. Может быть, я как-то сумею заслужить вашу любовь? Может быть, со временем? Ой, ну как? Ну как ее можно заслужить? Ну о чем вы говорите? Ну чем? Ну скажите, ну чем? Ну неужели вы думаете, что была бы эта вся неразбериха, если бы людям выздавалась по заслугам? В Москве появилась большая категория зрителей, которые приходили в «Современник» специально на Марину Ниеллу. В 80-е годы актриса становится магнитом зрительского внимания, считаясь непревзойденной исполнительницей ролей молодых современниц. Она играет главных героиней в таких ведущих спектаклях современника, как «Вишневый сад», «Фантазия и Форядьева», «Вечно живые», «Записки Лопатина», «Двенадцатая ночь». А если учесть, что параллельно с театральными работами Ниеллова продолжает активно сниматься в кино и на телевидении, то можно себе представить, насколько насыщенным было в то время ее рабочее расписание. Вот мне теперь для радости помех. Пожалуй, кроме моего костюма не обнимай меня, а докажись лечением фактов времени и места, что я виола. Это подтвердит и местный капитан. К нему мы сходим, там и хранится женский мой наряд, тот капитан, помог мне поступить на службу к герцогу, и с той поры я на глазах у леди у лорда. Случилось так, что вы ошиблись, леди, но вам определила путь природа. Мы обручиться с девушкой хотели, и все же не обманулись поклянуть, что ваш супруг был так же непоручен. Кинематографическая жизнь Марины Ниеловой по-прежнему оставалась очень насыщенной. Ей потрясающе удавалось воплощать на экране образы ранимых, хрупких, незащищенных героинь, которые, тем не менее, упрямо отстаивали личную независимость. Степанида Базырина в фильме «С тобой и без тебя», Валентина Костина в драме «Слово для защиты», Александра в фантазиях Варятьева, Алла в осеннем марафоне. Но утвердив себя в драматическом амплуа, актриса испытала склонность к лирической комедии и легкому фарсу. Свои лучшие комедийные роли Марина Ниелова сыграла в картинах «Красавец-мужчина», «Дамы приглашают кавалеров», «Карусель», «Чужая жена и муж под кроватью», «Мы веселы, счастливы, талантливы». Что это? Сувенир. Домный сервант поставишь, будешь юг вспоминать. Я всегда, где бываю, сувениры привожу. И не из киоска, а с исторического места. Этот вот, со скалы, откуда фанатичная толпа сбросила прекрасную Аха… Ахамиду. Ахамиду. Да. Возлюбленный князь Казбулата, да. Ой, что это вы, что это вы? У Марины Ниеловой очень качественная биография. В ней не было проходных ролей в кино и театре. И случай тут уже совершенно ни при чем. Скорее, врожденные вкусы и интуиции актрисы помогали ей избежать ошибок и разочарований. Актриса убеждена, что искусство придумано не для того, чтобы учить и решать вопросы, социальные или политические. А лишь для того, чтобы поговорить на вечные темы. Ой, какое счастье. Это невероятно. Я выхожу. У него губы дрожат. Сам пришел. Голубчик, милая, не надо. Ой, нет, это все была ошибка. Это все была ошибка. В театре ее душа безраздельно принадлежала режиссеру Голине Волчек, которая и сотворила из Ниеловой звезду современника. В кино же душа Ниеловой металась от одного режиссера к другому и рвалась на части. Но режиссеры, сценаристы, партнеры и даже композиторы сплошь попадались и только хорошие, или очень хорошие. Она снималась у Ильи Авербаха и Семена Ароновича, Эльдара Рязанова и Никиты Михалкова, Михаила Казакова и Вадима Абдрашитова, Маргариты Микаэлян и Романа Балаяна. Она произносила в кадре тексты Александра Николаевича Островского, Евгения Шварца, Юлия Дунского и Валерия Фрида, Евгения Габриловича и Александра Володина, а также Александра Миндадзе и Александра Бородянского. Любила до самозабвения, до обморока героев Андрея Миронова и Олега Даля, Сергея Юрского и Станислава Любшина, Константина Райкина и Олега Табакова, Олега Басилашвили и Михаила Ульянова, Иозаса Будратиса и Леонида Куравлева, а также Александра Збруева и Александра Абдулова. Не судьба, а большой советский кинословарь. А если учесть, что в этой судьбе к тому же исправно работал закон парных чисел, и со многими из вышеперечисленных благородных господ актриса успела поработать дважды, выходит не судьба, а просто картинка. Самая распространенная в актерской среде печальная поговорка «Нельзя в одну реку войти дважды» на Марину Ниелову по счастливой случайности не распространяется. В фильме «Надежда Кашеверова и тень» по сказке Шварца Марина Ниелова сыграла дочь трактирщика Анунциату. А 17 лет спустя в экранизации той же сказки, но уже у Михаила Казакова, она сыграла певицу Юлию Джули. Это ужасная вещь. Быть красивой, но близорогой. Я певица. Меня зовут Юлия Джули. Как? Что? Вы не знаете моих песен? Нет. И дева спешите счастье найти? Нет. И к тоске его любовная отнесла себя хладнокровно, вы не знаете? Нет. Ну, служайку-то вы знаете. Первое время, когда Марина Ниелова играла исключительно своенравных девчонок, критики отмечали, что она повторяется. Да, она и сама панически боялась повторений. Но все страхи были напрасны. Время расставило все по своим местам. То, что казалось ее слабостью, со временем стало ее силой, ее стилем. Ее героини естественным образом росли и взрослели вместе с актрисой. Вместе с нею набирались мудрости, но не теряли ощущение детскости. В 30 лет Ниелова сказала, моя физика и пластика категорически не совпадают с возрастом. Так будет, наверное, и в 40, и в 50. У меня те же две руки, те же два глаза, и слезы, которые на я плачу, мои собственные. Я не могу все это отбросить. Может быть, как раз благодаря такому самоощущению в ее судьбе и не было, и нет мучительного перехода на возрастные роли. У меня прекрасная стрижка, у меня прекрасный цвет волос, у меня прекрасное лицо, ну и все остальное. Мамочка, у тебя все прекрасно, но просто мне кажется, что твоя стрижка, она немножко консервативна. Ну что? Сходи к моему мастеру. К мастеру моему, сходи, она тебе сделает все много. Никуда я не очень собираюсь все ее менять. Я вообще в восторге от себя. Мама, вот эта твоя старческая упертость какая-то все время. Какая? Марина Ниелова стала лицом целого поколения. Она определяла его моду, его стиль. Она, как никто другой в своих современных ролях, отразила любовь целого поколения. Но любима она не только за это, а за то, что всегда оказывалось неожиданней наших о ней представлений. Она ступала и ступает вслед вслед прекрасной традиции высшего театрального искусства. Такая она единственная и, пожалуй, последняя. Когда это может случиться? В любой момент. Эти похороны, поминки. Моему сыну некогда будет этим заниматься. Он работает в городе. Понимаешь, какое ты меня в адресское положение поставил? Все должно быть официально, милая моя. Особенно смерть. Ну что? Понравилась игру? Модель хорошая. Бюджетная классика. Во вскрытие делали? Нет. Ну, милая моя, ну о чем мы с вами говорим? Ей просто как-то, ну, хочется, знаешь, чтобы по-человечески. О, у вас праздник, что ли, намечается? Можно сказать и так. Ну, вы жжете, Елена Михайловна. Ну, что делать надо? Мама, у тебя что вообще здесь происходит? Гробы стоят, рыбы размером с собакой. Это мой карм. Он воскрес после глубокой заморозки. Чудо свершилось. Вот живучая, зараза. Итак, обязательно посмотрите новую дороге комедию «Карп от мороженой», которая выходит в прокат 14 декабря. Игра двух великих актрис Марины Ниеловой и Алисы Френдлих просто завораживает. Вы не пожалеете. Я желаю вам приятного просмотра. Оставайтесь с нами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!